Виктор Фурсов Потому что, как я обратил внимание на различных каналах на ютубе, любят показывать разные страшилки насекомых и других беспозвоночных. И конечно же это прежде всего 20 самых опасных насекомых, 20 самых мерзких насекомых, 20 самых ужасных насекомых. Поскольку я профессиональный энтомолог, я расскажу об этом с профессиональной точки зрения. И мое видео, посвященное насекомым и другим беспозвоночным, будет разделено на несколько частей. Потому что беспозвоночные животные, в отличие от позвоночных животных ваших домашних любимцев, они обитают не только на улице, где-то за окном, но и в вашем жилище. Потому что они в основном небольшого размера и очень часто вы их не замечаете. Но когда вы их замечаете, кто-то на ютубе начинает о них рассказывать непрофессионально. Например, какая-то бабушка, о, какие черные жучки завелись у меня в баночке. Как с ними бороться, народными средствами. Или какие-то девушки рассказывают, о, какие-то черные жучки и мольки завелись у нас на кухне. И тоже рассказывают с такой обычной точки зрения обычного человека. Как же с ними бороться, не понимая даже, что это за насекомое, и откуда оно взялось, и как оно попало к вам в дом. Итак, поговорим на разные темы, о разных насекомых, и будем начинать с кухни. Именно сегодня мы будем разоговорить о насекомых и других беспозвоночных, обитающих на вашей кухне. Потому что, чтобы в одном видео не было обо всех сразу, потому что получится слишком длинный вид. Итак, о кухне. Кто обитает у нас на кухне? На кухне у вас, наверное, что-то хранится. И, конечно же, то, что хранится на кухне, привлекает к себе различных беспозвоночных. Прежде всего, насекомых, а потом других даже, других беспозвоночных, которых питаются этими насекомыми. Поэтому некоторые из них, можно сказать, приносят вам вред, потому что будут поедать какие-то ваши запасы на кухне. А некоторые будут даже положительно влиять, потому что будут поедать тех, которые поедают ваши продукты. Итак, конечно же, на кухне начнем с самых таких неприятных обитателей. Это с тараканов. Итак, тараканов никто не любит, потому что они досаждают вам, они бегают, они какие-то для людей часто считаются противными, брезгливо вызывают. И надо сказать, откуда же они берутся. Берутся они от ваших соседей из природы. Есть разные виды тараканов, обитающие даже в природе. Есть, например, обитающие у нас в лесу, в Украине и даже в других территориях, прилегающих к Украине. Он лапландский таракан, который живет просто в лесу. Таракан блателлия германика, буду говорить по-латыни. Итак, который сам, или прусак, которого все не любят, потому что он переносит на своих лапках различные микробы. И из грязного места, из мусоропровода, из какого-то грязного места переносит это, может перенести на ваши тарелочки. Соответственно, с тарелочками перенесет и микробы, и других возбудителей, что крайне неприятно. Я не буду сразу говорить, как с ними бороться, и что производить, в конце немножко обобщу обзор этих насекомых, и что же с ними делать. А другой самый обычный таракан, это таракан черный, блатториенталис, или американский, гораздо крупнее, в 2-1,5 раза крупнее от рыжего таракана. Кстати говоря, рыжий таракан, он вытесняет блатториенталис черного, потому что он быстрее развивается, если вдруг 2 появилось таракана, рыжий, скорее всего, зажрет вот этого черного. И черный не выживет, потому что черный немножко медленнее развивается, его кладка ОТЭКа, и рыжий просто его поест, потому что для тараканов отмечен каннибализм. Один вид поедает другой, и поедает любую еду, и любые остатки пищи, которые есть, возможно, могут быть на кухне у не очень аккуратных обитателей жилищей кухни. И для тараканов это и есть пища. Если у вас кухня чистая, место обитания для тараканов уменьшено до минимума, но все равно они будут приходить от ваших соседей, потому что они распространяются и даже переходят из дома в дом, что наблюдается хорошо летом. Летом, когда вы выходите погулять на вечерний теплый воздух, около дома вы можете хорошенько заметить, если посветите фонариком или смартфоном, то тараканы перебегают спокойненько от мусорных баков, перебегают к дому, а потом ходят вот так вот кругами вокруг даже ваших многоэтажек. Пятиэтажек, двенадцатиэтажек, и потихонечку, спокойненько переходят потом наверх, идут по стенам и заходят ваши жилищи. Кто же еще на кухне? На кухне обитают разные виды морей. Молей – маленькие бабочки, которые проничинают вам разные неприятности. Будут стараться поставить вот здесь небольшие картинки, которые будут включать этих бабочек. Молей – их нет у меня здесь на вот этом постеле, на котором я отдельно рассказываю о полезных эндомофагах, поедающих вредных насекомых для человека. Это будет отдельный постель. Ну а это у меня здесь символизирует многообразие природы. Итак, моли. Моли – это не те самые моли, которые могут съесть вашу шубу, вашу одежду, ваши штанишки. Моли – это другие типы моли. Это не плотяные моли, это амбарные моли. Прежде всего, это амбарная южная огневка, по латыни – плодия интерпунктелля, или индийская огневка. Она двуцветная, ее легко отличать от, например, плотяной моли, которая одноцветная, такая желтоватая, рыженькая. А амбарная огневка – она двуцветная, она серенькая и рыженькая, на два цвета разделены ее крылышки. Легко отличать. Она поедает продукты, которые есть у вас на кухне. Вот у меня здесь наглядный материал, как раз для того, чтобы показать, что я все-таки снимаю это видео, и в том числе на кухне. Разные типы круп, что поедает огневка. Будет поедать у вас сечку, будет поедать у вас, конечно же, муку будет поедать. Да, рожек не доберется, слишком тверденький. Но приспокойненько может поедать, например, гречечку, заберется в пакет открытый с гречкой и овсянку, безусловно, очень любит. Если заберется в банку, которая будет приоткрыта с гречкой, приспокойненько здесь разведется гусеницы. Или заберется в какие-то остатки вашей овсяночки, которую вы здесь поставили в дальний уголок вашего шкафа. И там будет приспокойненько развиваться как раз вот южная амбарная огневка. Потом из гусениц вылупятся, гусениц превратятся в куклы, потом в бабочек. И бабочки разлетятся, и вы будете шлепать и говорить, вот эта моря развелась у меня на кухне. Потому что она привлекается светом в вечернее или ночное время, когда включаете лампу, она вылетает на свет и мигрирует, ищет новые запасы продуктов. Другой вид, который гораздо реже встречается, особенно в домашних условиях, но встречается чаще, например, на больших складах. Это называется моль огневка мучная. Тут близкие есть виды, это есть эфесте эллютелля и ипералис фарналис. Эфесте эллютелля, огневка мучная, она более крупная, нежели вот эта, небольшая, около 6 мм, амбарная огневка. Она достигает до 1 см, серая, вытянутая, как огневка, она поднимает нос, носик свой, с ортами-миуренами. И она длинненькая, в виде колбаски сидит. Часто встречается в магазине. Я лично наблюдал в магазине, вот, наших сетей, потому что там открытые такие баки вместе с открытыми крупами. Соответственно, вы насыпаете, насыпаете себе эту крупу, потому что она там подешевле. Соответственно, вы насыпаете вместе, может быть, с мелкими гусеницами, может быть, просто с яйцами этой моли. И приносите себе, тот, кто любит покупать подешевле продукты, приносит с собой сразу же зараженную крупу, которая будет заражена какими-то вредителями. Вот, в том числе, например, мельничной огневкой. Или огневкой амбарной, которая тоже туда тихонечко прокрадется, откроет, трясет и потом полетит на свет. В магазине вы ее не заметите, только это мало заметят. Итак, поехали дальше. Иногда, что достаточно редко, потому что все-таки с таким вредителем активно начинают бороться, появляются на кухне, где есть продукты фараонов-муравей. Вот он, к счастью, как-то так, не везде глобально распространен в таком количестве, как, например, тараканы. Все-таки его с ним усиленно начинают бороться, потому что он очень назойлен. На золях, и так вот спокойно эти муравьи идут себе, идут за едой, выстраиваются длинным рядом. Фараонов-муравей, они как молиться идут, все идут гурьбой, и как вы их не бьете, они все продолжают идти и идти. Потому что мы их назвали фараонов-муравей, у них четко направленные движения, как у всех муравей, от места их обитания к пище, потом обратно, к месту пищи, обратно. Как не бьете, они все идут и идут, потому что у них есть колония, где-то спрятанная в щелочке, в полости, которые иногда бывают в домах. Эти полости, даже просто за плинтусом, будет колония, вы ее просто не видите, потому что нужно разворачивать плинтус, а там будет колония муравьев, фараонов-муравья, например. Но некоторые у других муравьев, в том числе, фараонов наиболее часто встречают рыжий, рыжий с черным муравей, около 2 мм размером, крайне маленький, даже меньше. Поэтому такие назойливые муравьи, они будут пробираться в самые мелкие уголки и будут воровать что-то съестное. Будут воровать кашку из тарелочки вашего питомца, например, по вечерам, или сахар из вашей сахарницы, или сахарную пудру слизывать. Или даже будут воровать остатки какой-то каши, оставшиеся на продуктах, потому что они вечерком будут выходить в поисках пищи, и тихонечко потом нести эти кусочки пищи к себе в жилище, где находятся их королева, матка муравьев, и ее кормить и выкармливать потомство. Соответственно, с ними приходится тоже интенсивно бороться, и чаще всего их вытравливают просто смешиванием буровой. Бурый, бурый, так сказать, борные кислоты, вместе с яичным желтком, что также применяется против тараканов. Они приносят эту еду к себе в колонию, кормят личинок, личинки гибнут, гибнут королевой, и гибнут сами по 10-ти, сколько здоровой. Но все-таки, вот один из способов борьбы. Крайне эффективный, кроме того, что вы можете пшикать, дезинфекцию проводить. Поехали дальше. Конечно же, в 5 минут я уже не кладываюсь, уже 10 минут. Итак, поехали дальше. Жуки. Жуки тоже очень часто встречаются. Жуки, вот эти, что я начал говорить, жучки на кухне, жучки на кухне. Здесь несколько видов. Наиболее часто встречаемые, в общем-то, два вида. Это хлебный точильщик и табачный точильщик, которые очень трудно различимы на обычный взгляд глазами. Только под микроскопом их внимательно может различить энтомолог. Хлебный точильщик, это стегобиум поницеум по-латыне, хлебный точильщик. И табачный лазиодерма серый корне. Они коричневого цвета. Такого цилиндрика прорезают дырочку, например, из-за различных круп. Если вы бросили где-то в легкую крупу, хмели, сунели, например, какой-то перчик черненький или особенно красненький, дышистый. Что вы думаете, если у вас потихонечку летают эти маленькие коричневые жучки, они лавровый лист не будут есть, но будут есть превосходно мяту. Будут есть различные чайки, травяные личинка их, конечно, будут есть. Жуки обычно ничем не питаются. Они просто выгрызают место, где они прожили, делают кроллое отверстие, выходят, например, из хмели, сунели. И полетели искать другие всякие сунели, которые здесь сладости или какие-то специи, которые у вас есть. И потихонечку появляется там личинка. Личинка делает специальную такую капсулу, в которой она выедает все содержимое. И потом в этой капсуле делают, окукливается из этой окукливающейся кокона, выходит потом жучок, который тоже прилетает на свет. И вечером вы обнаружите, вот те жуки где-то тут везде летают. Вот у нас, у меня конкретно есть жуки живущие в этой баночке. Я о них специально рассказывал в отдельном видео. Здесь специально для таких микролабораторных условиях разводятся на сухариках хлебные жучки. Вот этот хлебный точильщик небольшой жуки, который миллиметр, они разводятся. Но они никуда у меня не деваются, потому что они сидят запертены. Но если вы где-то разложите сухарики по укромненьким местам, даже один жук, прилетевший туда, отложит от 10 до 30 яиц, выведутся личинки. Следующее поколение уже с 30 взрослых жуков будет еще отложить по 30 яиц. И потихонечку их раздется несметное количество, которое будет вылетать на свет. Вы их будете давить, а они будут все время где-то бегать. Что же едят эти жуки? Где-то маленькие крупы спрятаны, маленькие специи, где-то гербарий, потому что часто они едят даже гербарий. Поехали дальше. Даже кроме вот этих, поскольку это точильщики, иногда на кухне, если это старая мебель, старые полы, это если у вас кухня где-то на даче, в старом помещении, заводится даже мебельный точильщик. Его название по латыни анобиум пунктатум, мебельный точильщик даже высверливает ходы в мебели. Он очень похож на вот этого хлебного точильщика, но с ним придется только инсектицидами, активными инсектицидами бороться. Но есть еще один вредный вид жука, например, это суринамский мукоед. К счастью, к счастью, он очень редко попадается на кухне, но он очень редкий, но очень меткий, потому что он плоский, суринамский мукоед. Он у меня есть на видео отдельном, я его показываю крупным под микроскопом. Посмотрите на его изображение, он вытянутый такой, у него спинка с зубцами по краям и покрытая линиями над крыльями. Он плоский, он плоский как рука, поэтому он активно пробирается в честь щелки, которые есть на банке. Если будет приоткрыта крышечка, он спокойненько залезет в эту крышечку и будет там повреждать. Крылья, он плоский, он плоский как рука, поэтому он активно пробирается в честь щелки, которые есть на банке. Если будет приоткрыта крышечка, он спокойненько залезет в эту крышечку и будет там повреждать те продукты, которые ему подарят. Он там может и печенье прекрасно есть, может прекрасно есть семена, сухие какие-то вермишели, сухие рожки. Суринамский мукоед крайне вредный. А вот есть более крупный, это называется жук, мучной хрущак. Малый хрущак и большой. Большой хрущак это тенебрио молитер, и малый хрущак тенебрио конфузум. Малый мучной хрущак, если у вас уж есть большие запасы. Муки, понимаете, там килограммами ставить много лет, то есть такая вероятность, что туда может прокраситься по запаху прилетающий с улицы. Вот тенебрио молитер, тенебрио конфузум, малый и большой хрущак, который отложит яйца, личинка выгрызется в пищевой субстрат, потихонечку будет там подгрызать. Тенебрио, большой тенебрио молитер часто прилетает именно на свет, особенно в летнюю пору, зимой как сейчас никто не прилетит, только тот, который уже один забрался и будет потихонечку большие запасы подъедать. Потому что они оказываются многолетними, вы из-за них не замечаете, а там могут развестись предители, например, хрущаки. Но хрущаков еще разводят в отдельной лабораторной культуре, чтобы кормить домашних животных. Это уже другая история, потому что они, личиночки достаточно длинненькие, около одного сантиметра, пинцетиком их можно ловить, кормить, например, рыбок, можно кормить каких-то мелких амфибий, рептилий. И это такой домашний лабораторная культура, тенебрио молитер, я отдельно буду и показываю себя на канале, жука-софобоса, которого гораздо крупный, но он у нас не живет пока что на улице, поэтому прилететь с улицы к вам не может, хотя он достаточно здоровый, и личинка не очень крупная, потому что сейчас это лабораторная культура, и он тропический вид, пока что у нас еще не прижился. А вот тенебрио обитает на улице, вполне может забраться к вам на кухню. Очень обычный встречающийся жук, который ест вашу фасоль. Вот на фасоли часто вы можете заметить вот этих жуков, потому что вы покупаете фасоль на рынке, хоть и даже или в магазине, в магазин, туда жуки могут прилететь тоже с улицы, а если на рынке, то на рынке это обычная фасоль, принесенная из сдачи откуда-то. Например, на этой фасоли заводится, хорошо развивается лабораторная культура фасолевой зерновки, круглого такого жучка, который часто встречается серенького цвета, прекрасно прилетает на свет, летит обычно прямиком сразу же на кокну, потому что он стремится вылететь, и развивается на кухне, где-то в амбаре, круглогодично. На улице он на фасоли, например, развивается исключительно, на даче только одно поколение, потом оно должно перезимовать с фасолью, заносится в помещение, и там зимует. Если фасоль не выносится никуда, фасолевая зерновка проходит несколько циклов развития на этой фасоли в амбаре и ленте. Вот на вашей кухне, у нас сегодня разговор о кухне, а вот другой жук, это называется гороховая зерновка, на фасоли не развивается, брухум пизорум. Фасолевая это акантосцелидес аптектус по латыни, актантосцелидес аптектус, только на фасоли, а брухус пизорум только на горохе. Они не переходят один вид с другого. Брухус развивается на зелененькой сначала горохе на горошине, заражает именно растущий горох в полевых условиях на вашей даче или в промышленных каких-то индустриальных посевах гороха. Потом горох вырастает, он засыхает, и внутри уже засохший горошин сидит сначала личинка, куколка потом, а потом взрослый жук в горошине сидит, брухус пизорум. Он в 4, как минимум 6 раз крупнее фасолевой зерновки, потом у него он выгрызает крышечку над собой, над головой, и раз на следующий год только, выходит из горошины, из гороха. Поэтому цикл одногодичный, и обычно выходит только следующей весной. Однако, если этот горох, конечно же, бросит на кухне воду, такие в породу съеденные горошины сплывут иногда, если он не протравливался у вас, на даче у вас могут быть хорошие, если вы там травите химией, на горохе ничего не будет. Итак, есть еще долгоносики, которые живут, жуки, больше всего, видите, получается жуков. Еще жуки у нас живут обычно тоже в амбаре, потому что в амбаре долго хранится какое-то зерно. И вот в амбаре, где это хранится, пшеница, овес, может быть даже и рис, может быть кукуруза, рис, конечно, вот на кухне обычно, потому что ей питается, а пшеница, горох, кукуруза, где-то в амбарных условиях хранятся, там появляются долгоносики. Долгоносики, у них имеется длинная головотрубка, два вида наиболее встречающиеся, это рисовый долгоносик и амбарный долгоносик, рисовый ситофилюс оризе. Около двух миллиметров жук, такой колбаской, с длинненькой головотрубкой, один из них хорошо летает, ситофилюс оризе летает, перелетает с одного места на другое, тоже прилетает превосходно, из полевых условий, в амбарные условия, и на кухню может попасть, повреждает также перловку, поэтому если он прилетел на кухню, он найдет перловку, прекрасно раздельется внутри зерновочки, внутри перловочки, я его показываю себе на канале, крупным планом, увидите, как развивается, какие есть крупные экземпляры, кажется, на экране, практически вот весь экран, на самом деле они, конечно, маленькие, около одного миллиметра, один, полтора миллиметра, долгоносики, они очень активно передвигаются, и убегают от света как раз в темное место, потому что они прячутся, и там где-то в темном местечке, и спокойненько могут найти зерно овса, кукурузы, как я сказал, ячменя, может быть, если кормите животных, или перловочки, если вы кушаете сами перловочку. Самые обычные еще насекомые, которые попадаются дома, это дрозофила, на кухне сам Бог велел завестись в дрозофиле, дрозофила, это муж, как известно, при генетических исследовании дрозофил, изучает генетику, еще с прошлого века, вспомните гиганин на генетику и лысенко в щену, весь ванизм, организм, об этом будет отдельное у меня видео, про лысенко и про дрозофилу. Однако вот дрозофила, такая полезная для генетики, но дома она причиняет беспокойство, потому что она развивается на гниющих фруктах, если они немножко загнили, запахли, из улицы приспокойненько прилетают несколько видов дрозофил, несколько, потому что дрозофил это только род дрозофила, а несколько видов развивается на улице дрозофила, чаще всего встречается дрозофила молочная, так называемая, фуневриз, а другой самый известный вид, дрозофила меланогастер, а другой, кроме молочной, дрозофила кухонная, это дрозофила. Личинки подъедают гниющие разные фрукты, если вы оставите прекрасный мандарин, на нем прекрасный, который загниет у вас, вот гниющие этой шкурки будут развиваться личинки дрозофилы, а кроме того, еще могут развиваться личинки разные, не только дрозофилы, но еще и развиваться будут клещи на дальнюющее мандарине, не забывайте, но он не будет есть, правда, только мандарин, но об этом немножко позже. Итак, дрозофилы, вот два вида, а есть еще интересные мухи, которые развиваются не только на кухне, но они даже вот в туалете развиваются, развиваются в ванной, но они будут, поговорим, отдельно, поэтому у меня будет отдельный вид, как раз про туалет, про ванную, про коридоры, про спальню, там живут разные другие виды животных, беспозвоночные, для этого будет отдельное видео. Поэтому третий вид, который я упомяну на кухне, это домашняя муха, муха, доместика, правда, конечно, в домашних условиях городских, конечно, в домашних условиях городских, где все-таки почище, и она развивается также на различных пищевых отбросах и непищевых отбросах, если проводят какие-то обработки, она ее в городских условиях значительно меньше, а в деревенских условиях, где живут домашние животные, остаются продукты и питание непереработанные, а также их продукты жизнедеятельности, на которых развивается домашняя муха, она залетает часто в помещения, в том числе и на кухню, переносит болезнетворные микробы, и даже иногда личинок, червей, одним словом, листов, не личинок, а яйца, листов, которые может на лапках переносить домашняя муха. Так вот, а завершая свой рассказ, где где-то у меня должно быть 20 видов беспозвоночных животных, я вспомню на 18, на 19 и 20 экзе, в местах в моем списке находятся клещи, клещи, которые могут развиваться на муке, ну, к счастью, вот на муке, на муке и на некоторых других пищевых продуктах, например, на перетертых каких-то крупах, развиваются некоторые виды клещей, в том числе, такие два вида, как из надосемейства, тероглиффоидея, тероглифофоидные клещи, амбарные клещи, и это тегинария, тегинария доместика, домовой, а, это еще другое отдельное, тероглифосфорины, мучной клещ, если вы оставите ее в кусочек сыра, нет, есть вероятность, что может развестись сырный клещ, или на старом какой-то муке может развестись мучной клещ, но обычно, поскольку мука обычно часто используется, и от нее запасов, в общем-то, не остается, поэтому и разведение в больших количествах мучного клеща, или сырного клеща, наблюдается редко, а вот последним видом, у меня как раз, что я начал говорить, тегинария доместика, это домовой паук, это вот я влюблю, беспозвоночные животные, здесь у нас уже пошли, после насекомых, клещи и пауки, паукообразные, это семейство, али, 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 воронковидные пауки, и домовой паук, тегинария доместика, кстати, в этом доме обитает до 20 видов пауков, поэтому не факт, что это именно домовой паук, может, вы к вам еще прибежал с улицы, запрыгнул какой-то другой паук, но вот, тегинария доместика, самый обычный, он прячется по уголкам, и ловит всех тех насекомых, которых я рассказал, перед собой, поэтому, если он, конечно, вам досаждает своей паутиной, вы его, тихонечко сметаетесь, если он где-то завелся на полу, и в уголке, где-то вам не мешает, можете его, преспокойненько, не убирать, потому что он будет потихонечку поедать, и от тараканчиков, все эти виды, или даже вот этих, хрущиков, жуков, или мучных тащильщиков, хлебных тащильщиков, которые преспокойненько вылетают, и с маленьких запасов каких-то, где-то у вас спрятанных, или крошек, случайно оставшихся, а вот, если клещи, которые иногда развиваются на гнилых продуктах, то, они будут развиваться только на этих гнилых продуктах, например, вот на банане, у меня есть отдельное видео об этом, посмотрите, в описании, или на гниющем фрукте, на нем обычно развиваются мухи, на гнилых ваших фруктах, если они вдруг у вас залежались в мусорном ящике, или на молоке, даже если останется молоко, то вот есть муха дрозофила, которая поест даже засохшую корку молочную, влажную такую, слишком сухую корку, она есть не будет, вот такой сегодня у нас длинный список получился, на 20 видов, беспозвоночных животных, в основном это насекомые, а также беспозвоночные, это клещи и пугли, которые обитают у вас на кухне, которые могут обитать на кухне, не факт, что они обитают, но я сделал такой быстренький обзор, надеюсь показать быстренькими, такими вкраплениями здесь, некоторых представителей, а если вам было интересно, пишите в комментариях, кого из перечисленных видов, которые получилось довольно много, на 30 минут, вы знаете, видели, пишите в комментариях, кого вы находили, кого вы пришлепнули тапком, кого вы поймали в баночку, или выпустили на улицу, если вы боитесь этого паука, паука можно схватить, и выпустить, просто, чем-то тряпочкой, тряпочкой его накрыть, и выпустить на улицу от паука, только пользуясь, потому что он будет поедать ваших, недружелюбно настроенных, насекомых, которые могут обитать у вас на кухне, а если вы боитесь клещей, вы можете сделать специальную пробу, и принести ее в какую-то, энтомологическую лабораторию, на исследование, вдруг это действительно клещи, но обычные, клещи бывают очень редко, так что не беспокойтесь по этому поводу, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, пишите в комментариях, задавайте вопросы, и конечно же ставьте лайки, и подписывайтесь на мой канал в ютубе, всегда будет интересно с вами встретиться, в комментариях, и ответить на ваши самые неожиданные вопросы, которые прилетают на мой канал, из-за далека, из всех руссковорящих территорий, и даже из-за рубежа, так что до новых встреч, подписывайтесь на мой канал в ютубе, до новых встреч, пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok